Мы продолжаем наше занятие по мессиологии. И тема сегодняшней нашей беседы – инкультурация и рецепция культуры. Что такое рецепция? Это, как учит миссионерская концепция Русской Православной Церкви, рецепция восприятия и преобразования одних процессов в другие с целью их согласования с чем-либо иным. То есть рецепция – это не уничтожение чужой культуры, другой культуры. Это попытка именно преобразовать другую культуру в нечто другое. Таким образом, церковная рецепция культуры есть согласование средств и методов миссионерского служения со спецификой разных культур, традиций и обычаев. А это неизбежно, когда Христос посылает нас проповедовать до края земли, что мы будем сталкиваться с разнообразием разных культур. Социальная концепция Русской Церкви и миссионерская концепция Русской Церкви также уточняют. Православие рассматривает культуру как социальную природу человека. И далее по миссионерской концепции. Стоит миссионерская стратегическая задача переосмысления, преображения культуры народа для ее воцерковления, создания национально-церковной культуры и соцкультурной среды во всем обществе. То есть христианство, проникая в разные культурные образования, она не разрушает культуру этническую, она преображает ее христианская благая весть. Это как физика инородного тела. Как-то я приводил этот пример. Когда инородное тело попадает в какую-то чуждую среду, или эта среда выбрасывает из себя инородное тело, или это тело деформирует, разрушает эту среду, куда оно проникло, или это тело меняет эту среду, преобразует ее в нечто новое, но на основе того, что уже существовало. И вот принцип церковной рецепции культуры очень точно раскрывается в известных словах апостола Павла. Это первое послание Коринфянам, 9 глава с 20 по 23 стих. Здесь апостол Павел пишет. «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона – как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Конечно, вот эти слова апостола Павла, что для иудеев он был как иудей, и особенно то, что он говорит, что для чуждых законов он был как чуждый закон, они могут кого-то смутить. Но давайте посмотрим объяснение Амбросиаста, древнехристианского экзегета. Это его беседа на послании к Коринфянам. «Выглядит как притворство, чтобы всем было все, как это принято у льстецов. Однако это не так, ибо человек Божий есть врач духовный, ведущий все причины и раны, с великим старанием окружает страдающих своим вниманием и сочувствием, ибо мы всегда имеем что-то общее со всеми людьми. Для иудеев он был как иудей, ибо из-за соблазна их обрезал Тимофея и, очистившись, вошел во храм, чтобы не принять обвинения в святотатстве. «Сделал то, что уже следовало прекратить, но по закону дел, ибо соглашался, что законы – пророки от Бога, и от них показал предвосхищение Христа обещанного, чтобы добиться согласия подзаконных». И очень интересное объяснение этих же слов апостола Павла мы находим у святителя Иоанна Златоуста. Это его 22-я гамилия на первое послание к Коринфянам. Иоанн Златоуст пишет, «Чтобы обратить настоящих иудеев, он, то есть Павел, стал как иудей, не действительно, а только по видимости, не на самом деле будучи таким, а только поступая так без истинного расположения. Да и как он мог искренне делать это, когда старался обратить и других, когда делал все, чтобы освободить и других от такого унижения». И очень интересное объяснение этих же слов апостола Павла мы находим у блаженного Августина. Это одно из его посланий. «Человек, ухаживающий за больным, и сам становится больным, не потому, что ему кажется, что поднялась температура, а потому, что, сочувствуя, он думает о том, какой бы заботы он пожелал, если бы сам был болен». Таким образом, рецепция – это не разрушение иной среды, это попытка осмыслить чужую среду и наполнить ее новым содержанием. Если говорить по поводу инкультурации, то инкультурация означает вхождение в культуру. Не в том смысле, что кто-то врывается в чужую культуру, как какой-нибудь там слон в посудной лавке. Конечно, нет. То есть, когда Слово Божие сеется в культурную почву человеческого духовного наследия, дабы произвести тот благодатный плод, на который способны людские души в силу их духовно-нравственного состояния. А ведь в этом смысле, если Иудеев к встрече со Христом приготовлял закон Моисеев, то эллинов, греков, язычников, к встрече со Христом приуготовляла сама языческая философия в ее высших проявлениях. Об этом говорит и священномученик Иустин, философ, об этом говорят и другие древнехристианские авторы. И давайте вспомним, о чем говорится в Евангелии от Луки, 8 глава, с 5 по 8 стих. «Вышел сеятель, сеет семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный». То есть здесь речь идет о том, что семя, Слово Божие, оно может попадать на разную почву. И мы должны учитывать особенность той почвы, куда попадает семя евангельского благовествования. Собственно, инкультурация есть способ внешнего воздействия проповеди христианства на культуру того или иного народа. Когда истина Христова, благоествование раскрывается как данность уже известного божественного откровения, в которое должны уверовать и утвердиться в нем должны те, которые уже принадлежат каким-то культурам, каким-то этно-религиозным традициям, чтобы им преобразиться и войти как можно, скажем так, безболезненно в мир новой для них религиозной традиции. И об этом, конечно, надо помнить, об этом нельзя забывать. В мессианинской литературе существует и негативное понимание инкультурации, когда христианство, проникая в какую-то среду, деформируется этой средой. Не преображает эту среду, а деформируется саму этой средой. Так было с известным движением рабочих священников в католической церкви, когда священнослужители с блестящим образованием, они получали профессию для работы на заводе, токаря, расточника или что-то еще, устраивались на работу, обосновывались в рабочем общежитии, то есть жили среди этих людей, работали вместе с ними и посвящали весь досуг мессионерскому служению. Так вот, в Южной Америке это иногда кончалось тем, что эти священники вливались в революционный процесс и даже иногда брали оружие в руки, чтобы защищать интересы трудящихся. И вот это была уже, конечно, проблема. Как мы определились по принципу физических законов, любое народное тело, проникая куда-то, оно может деформировать среду, но может деформироваться и само, и выбрасываться из этой среды, или эта среда поглощает это народное тело. Поэтому вот эти рабочие священники, они, конечно, были святые люди, иначе не скажешь, они в основном были из богатых семей, выходцы, и они посвящали свою жизнь какой-нибудь фабрике, какому-нибудь заводу, вот тем людям, которые там живут. Они занимались воспитанием их детей, они улаживали какие-то семейные конфликты, сложности. И в их понимании это было оправдано. Они как бы спускались на этот уровень, чтобы, обнаружив там людей, которые склонны к христианству, вывести их на высокий уровень. Но на самом деле спустившись, многие из них оставались там сами. И это движение, которое сначала приветствовалось католической церковью, потом та же церковь стала отзывать этих священников назад, но не все из них захотели вернуться. Надо опасаться агрессивного насаждения христианских идей. Сейчас это делают некоторые сторонники так называемых тоталитарных теорий или тоталитарной теории в области сектоведения, когда агрессивно насаждается православие с помощью судебных решений, когда организуют судебное разбирательство по поводу разных сект и религиозных образований. На самом деле это дискредитирует само понятие миссии как акта евангельской проповеди. Или некоторые миссионеры шли на синкретическое переосмысление Евангелия. Это особенно те миссионеры, которые трудились в Юго-Восточной Азии, в Индии прежде всего, в Таиланде, в Японии, в Японии на Дальнем Востоке, в Китае. И здесь допускались элементы синкретизма, когда в христианство вносили нехристианские элементы. Синкретизм – это смешение некоторых понятий, некоторых компонентов, но это не всегда допустимо в области евангельского благорестования. Здесь всегда надо определять предел, то есть до какого предела мы можем осуществлять рецепцию, а до какого предела мы не можем этого делать. Был очень интересный миссионер в XVI веке Франциско Ксаверий. Это иезуит. Франциско Ксаверий почитается не только католической церкви, он почитается протестантскими церквами, потому что только в Индии он крестил где-то полмиллиона человек. И это в XVI веке, когда страны существовали совершенно замкнутые сами на себя от остального мира. Перед ним стояла задача, он сам поставил перед собой задачу проповедовать в Китае. Он грезил Китаем. Он родился 7 апреля 1506 года. Умер он 2 декабря 1552 года. Став иезуитским миссионером, он был сподвижник самого Игнатия Лайолы, он учил китайский язык. Он читал все, что мог найти в Европе о Китае. У него был огромный интерес. Именно к Китаю. Китай буквально как бы манил этого миссионера. И в это время португальское королевство готовилось отправить миссионеров в Японию в качестве составной части португальского посольства. И Франциск Саверий получает статус дипломата и в таком качестве он отправляется в Японию. Сначала Юго-Восточная Азия, потом поднимается на север и Дальний Восток – Япония. Там он пользовался статусом дипломатической неприкосновенности, имел как бы статус друга императора, скажем так. И никто не мог ему ничего выговаривать, никаких претензий предъявлять. И он проповедовал достаточно свободно. Но в какой-то момент было принято официальное решение тех японцев, которые перешли в христианскую веру, казнить. Но это никак не распространялось на самого Франциска Ксаверию. И когда на казнь вели мужчин, женщин, детей, стариков, он мог только их сопровождать. Он читал бревиарии, какие-то молитвы для них. Он начал свою работу в Японии с того, что он попросил перевести для его миссии катехизис, краткий катехизис на японский язык. И он научился читать по этому катехизису. И у него на глазах дело его жизни, оно погибало. Он покидает Японию, чтобы достигнуть Китая, куда он очень стремился. Но он добирается до острова Шанчжуандао, это у побережья Китая. И там он умирает. В 1552 году. Последняя его молитва была за Китай. Он попросил, чтобы мы указали, в каком направлении Китай. И он молился за Китай. Католическая церковь Китая считает его своим небесным покровителем. Хотя он ни разу там не был. В чем были проблемы Франциска Ксаверия? И каких проблем мы должны избегать при осуществлении миссий? С одной стороны, он не осуществлял рецепцию. То есть, такую миссионерскую работу, которая бы учитывала культурные особенности японцев. С другой стороны, очень большая его ошибка. Он был представитель политического эстаблишмента португальского королевского двора. Он действовал в качестве посла. А привязка какой-то политики для миссионера совершенно недопустима и, в принципе, совершенно невозможна. Потому что это, на самом деле, вредило его делу, вредило его работе. И лучше было бы, если бы он от всего этого, конечно, бы дистанцировался. Но были и результаты. И последующие поколения миссионеров латинских в Японии, они уже учитывали необходимость внедрения в культуру не просто эксплуатации японского языка в своих целях, а учет и особенностей их поведения, их быта, более серьезное, более скорпулезное изучение. И вот в противоположность Франциску к Саверию можно предложить святителя Николая Касаткина, Николая Японского. Это православный миссионер, который сначала пребывает в Японию как консульский священник, который тоже имел дипломатическую неприкосновенность. Но потом, когда он понял, что он не может сидеть в русском консульстве, оттуда делать такие миссионерские набеги, это вообще выглядело как какая-то экспансия. И он достаточно быстро обретает некую самостоятельность. А когда наступает русско-японская война, он совершенно самостоятелен, потому что представительства русские выехали, а он остался. В это время уже была большая церковь, созданная из японцев. И японцы собрались, чтобы узнать, как им вести себя во время русско-японской войны. Они же православные христиане. И он благословил их молиться во всех молитвенных домах православных за японского императора и за победу японского оружия над русским оружием. Это была настоящая рецепция в политическую реальность японского общества. А в это время уже на столе японского императора лежал указ о запрете православия как вражеской религии. Но когда императору сообщили о такой принципиальной позиции святителя Николая Касаткина, конечно, для него это было потрясение. Мы уже касались этого вопроса. И он издал другой приказ охранять каждую православную школу, каждый православный молитвенный дом, каждый православный храм. И полицейские с бамбуковыми палками стояли и охраняли православные центры от японских там бонзай-патриотов. И в этом смысле миссия святителя Николая, она была более продумана. Но миссия Франциска все-таки была более успешная. Потому что на фоне несколько тысяч японцев православных, японцы католического вероисповедания это где-то за миллион. За два миллиона, может быть. Но вернемся к нашей теме. Что касается рецепции культуры, рецепция означает принятие и взятие. То есть, когда мы, изучив культуру другой какой-то группы людей, нехристианских народов, берем то из этой культуры, что для нас совершенно необходимо и приемлемо. И вот, когда я посещал Таиланд по приглашению прихода православного, я осматривал там разные достопримечательности и посетил в том числе и буддийский монастырь. Мне очень хотелось послушать их песнопения. И когда я слушал их песнопения, вдруг я себя поймал на ощущение, что это очень напоминает знаменное пение. Я дал совет тамошнему священнику изучить основные мелодии, которые традиционны для этих людей и использовать их. Ведь если взять, например, церковные гласы, известные церковные гласы, как Дамаскин формировал группу этих гласов, он ходил по городским общественным заведениям, там разные кабаки какие-то были, гостиницы, площади, где отдыхали люди, и он выделил основные мелодии, которые наиболее популярны, были в то время. Из них он сделал церковные гласы, которые приложили к христианским текстам, и когда язычник попадал в христианский храм, он слышал мелодии, которые созвучны были для его душе. Сейчас, конечно, они для кого-то могут выглядеть анахронизмом, а когда-то это было вполне именно доступно и традиционно. Если мы вспомним опять же апостола Павла в Афинах, мы очередной раз возвращаемся к этой теме и будем возвращаться далее, он как раз осуществляет рецепцию, принятие, взятие. Он берет вот этот жертвенник, на котором было написано неведомому богу, демону там на самом деле было написано, и он туда спешит поставить Христа. Он говорит, вот этого бога, которого вы не знаете, чтите, я вам проповедую. Это типичная рецепция и типичная инкультурация. Теперь надо обратить внимание на то, как церковная рецепция культуры, так и инкультурация у разных авторов могут служить выражением православного подхода к благовестию, направленного на воцерковление духовной составляющей народного самосознания. вот здесь надо сказать о том, что характер местных мелодий может быть абсолютно ассоциативный. Например, какая-то мелодия может быть связана только с траурными мероприятиями. И на эту мелодию исполнять праздничное песнопение было бы крайне неправильно. А вот покаянные песнопения, да, и в покаянном каноне мы видим те же самые тексты, какие мы поем при погребении мертвых. Потому что для кающегося образ смерти это подходящее самоощущение, которое помогает такому человеку настроиться на правильную такую волну. Термин православная рецепция культуры означает принятие церковью культуры народа ее воцерковления. И вот есть теологическая составляющая в этом вопросе. Это должно происходить подобно тому, как слово Логос Отчие Сын Божий воспринял всю человеческую природу, чтобы осветить ее в самом себе. Церковь Христова принимает в себя и соединяет со Христом все народы и общество в полноте их социально-культурной жизни. как-то мне поставили на вид, что один миссионер ходит на дискотеке. Я ответил так, после того, как Христос сошел в ад, очень трудно говорить о том, куда миссионер не может ходить, потому что действительно Христос сходил в преисподние земли и облистал от сияния божества. А сам факт Бога воплощения – это рецепция. Он принимает на себя человеческую природу, чтобы стать понятнее и доступнее для тех людей, ради которых Он и становится одним из нас. В послании к филиппийцам 2 глава с 5 по 8 стих мы находим такие слова призыв. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но он не чужил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти колесной». Поэтому факт Бога воплощения – это факт рецепции, принятие на себя того, что, казалось бы, оно даже противоположно безначальному Богу принять на себя человеческую природу. Таким образом, сам этот термин «церковная рецепция культуры» подчеркивает органический, сущностный характер воцерковления другой культуры. И это очень важно осознавать. Таким образом, рецепция – это инструмент проповеди. Что значит рецепция – это инструмент проповеди? Когда мы учитываем понятийный аппарат тех людей, к которым мы обращаемся. Например, разговаривать с молодыми людьми – это не то же самое, что разговаривать с пожилыми людьми. И разговаривать с баптистами о православии – это не то же самое, что разговаривать о православии. с православными или разговаривать о православии с мусульманами или со свидетелями Игова. Это совершенно разные вещи. Как и Григорий Низкий в своем большом огласительном слове, он пишет, что для каждого заблуждения есть свое слово, как для каждой болезни есть свое лекарство. и не лечит иудеев тем, что более подходит к еретикам. И не лечит язычников тем, что более подходит к иудеям. Совершенно очевидно, что миссионер должен разбираться в каких-то особенностях того поля, на котором он начинает совершать то или иное свое служение. И вот здесь рецепция имеет очень важное значение. То есть, что мы можем взять себе на вооружение, а что нет, чтобы не впасть в состояние безответственного синкретизма. Таким образом, принятие культуры есть по словам Стамулиса, теоретика миссионерского служения, не механический перевод Евангелия с одного языка на другой, а воплощение истины Божьей в языке и культуре просвещаемого народа. И в итоге это обновление этого народа, его освещение и его преображение. То есть, обновляем то, что неприемлемо, видоизменяем, освещаем то, что нуждается в освещении и преображаем весь характер национально-культурной жизни людей, придавая новое звучание старым традициям. по выражению патриарха Антиохийского Игнатия IV христианство возвещает слово, ставшее плотью, для того, чтобы плоть стала словом. То есть, мы возвещаем нашу веру для того, чтобы сама плоть, материя вот этих других языков и народов обрела бы иной статус бытия, как и отцы говорили церкви. Бог сходит на землю, чтобы нас вознести на небеса, делается человеком, чтобы нас сделать богоподобными. Важный тезис. Таким образом, у церковной рецепции культуры глубокий догматический смысл. Она соответствует сатирологическому и эклизологическому учению православной церкви. И об этом, конечно, мы должны помнить, об этом нельзя забывать. Закончить наш урок хочется словами святейшего патриарха Московского всей Руси Кирилла. В бытности митрополитом Смоленским и Калининградским он сказал «Не инкультурация христианства, но христианизация культуры – вот в чем состоит цель христианской миссии по отношению к культуре. Культуру нельзя использовать тактически, культура должна стать носительницей Христово благовестия, культура может быть христианизированной даже на фоне доминирующих в общественном поле нехристианских начал». А теперь вопрос. христианства, культурация, культурация, Субтитры создавал DimaTorzok